Друзья, всем доброе утро! У нас сегодня девятая лекция, и мы с вами продолжаем разбирать задачу Баклея и Леверетта, которую начали на прошлом занятии. То есть, изучая задачу Баклея и Леверетта, мы с вами, друзья, изучаем закономерности вытеснения нефти водой. Так ведь? Смотрим, как этот процесс происходит в пористой среде. Ну, сегодня мы будем, во-первых, повторять то, что на прошлом занятии было очень непонятным. Так ведь? Я очень много вещей буду пояснять заново. И больше будем говорить о том, какие вообще результаты получаются по задаче Баклея и Леверетта. Хорошо? Сегодня тоже достаточно большой и нетривиальный материал у нас с вами. Вот с чего мы начали на прошлом занятии. Мы вывели систему дифференциальных уравнений для несжимаемой жидкости и несжимаемой пористой среды, так ведь? Без учета капиллярных давлений. Для случая промилленно-параллельной фильтрации. Для случая вытеснения нефти водой. Так ведь? Давайте напомним, что это были за уравнения. d по dx у нас выражалась скорость фильтрации нефти плюс скорость фильтрации воды равна нулю. И второе уравнение у нас было d по dx, скорость фильтрации воды равнялась пористость φ умноженной на производную водонасыщенность по времени. Друзья, давайте вот буковкой S обозначать водонасыщенность без индекса v. Хорошо? Мы уже договорились, да, уже с вами, что S это у нас водонасыщенность? Далее мы с вами ввели новое понятие. Функцию Баклея-Леверетта, которая выражает обводненность потока. Обводненность потока. Чему она у нас равна? Мы ее обозначаем f от s, да? Функция Баклея-Леверетта, которая зависит от водонасыщенности пласта. Выражается как скорость фильтрации воды, деленная на скорость фильтрации воды плюс скорость фильтрации нефти. Да, действительно, это обводненность. Доля воды в потоке. Но мы ее выразили следующим образом. Это v воды, деленная на суммарный расход жидкости, который во времени вообще может меняться в общем случае, да? Либо может оставаться постоянно. Вот это у нас суммарный расход. Он у нас постоянный по координатам, видите? Через любое сечение пласта в каждый момент времени поток нефти и воды, он неизменный, правильно? Потому что у нас модель не сжимаемая. Не сжимаемая порость среда, не сжимаемая жидкость. Но во времени у нас расход жидкости может меняться в общем случае. Так вот, давайте я вам напомню эту функцию Баклея-Леверетта. Какой она имеет вид. Здесь мы откладываем само значение функции Баклея-Леверетта. А здесь у нас водонасыщенность. Максимальное значение единицы. Вот здесь есть критические точки. S водой связанная. Так ведь? Единица минус S нефти остаточная. И функция Баклея-Леверетта имеет значение единицы вот в этом диапазоне. Ноль вот в этом диапазоне. А между этими точками имеет вид S-образной функции. То есть с увеличением водонасыщенности пласта, пурости среды, доля воды в потоке увеличивается. Применяя вот эту функцию Баклея-Леверетта и вот это второе уравнение, второе и в том числе и первое уравнение системы дифференциальных уравнений, мы с вами получили интересную вещь, друзья. У нас получилось V от T умноженное на F' от S, деленное на пористость, dS по dx плюс dS по dt равно 0. Вот такое уравнение мы получили, если вы помните, после некоторых преобразований. Итак, напомню, какой же процесс мы с вами разбираем на картинке. Вот у нас полусообразный пласт, так ведь? Данный полусообразный пласт у нас имеет длину L. Ширина этого пласта у нас задана B и высота H. Вот это у нас галерея нагнетания. И в галерее нагнетания мы закачиваем чистую воду. Q воды. Давайте будем обозначать Q нагнетаемой воды, то есть Q закачка воды. В галерее отбора мы отбираем чистую нефть, когда у нас время меньше безводного периода эксплуатации, так ведь? Когда вода прорывается, у нас в добывающую галерею поступает нефть плюс вода с определенным дебетом. При времени, превышающем безводный период эксплуатации. Можно вопрос? Значит, вы не верите на металл-минус, да, предиторого обмена? Есть. Есть. Спасибо за внимательность. Да, за счет этого минуса, вот здесь этот минус пропал. Так, смотрите, вот начальное насыщение пласта, давайте представим себе, что это вся пористая среда, да? Если мы условно проведем ось водонасыщенности, скажем, вот здесь у нас водонасыщенность равна единице, здесь равна нулю, то мы вот данную площадь можем использовать для того, чтобы показать распределение водонасыщенности в объеме залежи. Вот в начальный момент времени, да, у нас в пласте есть связанная вода. Мы ее называем S-водой связанной. Далее, нагнетая воду в пласт, у нас не происходит поршневого вытеснения, то есть вода полностью не может вытеснить нефть, правильно? Мы об этом уже говорили, скорость течения в поровых каналах разная, да, по законам гидравлики. Размеры поровых каналов отличаются, есть еще капиллярные эффекты, поэтому вытеснение нефти водой процесс очень сложный, он протекает в пористой среде очень сложно. И описать его можно только вот такими вот эмпирическими зависимостями, как кривые ОФП и, соответственно, функции баклея и реверета, так ведь? Так вот, что происходит? У нас формируется определенный профиль водонасыщенности. Вот в момент времени Т1 у нас будет вот такой вот профиль водонасыщенности S от X в какой-то момент времени Т1. Пройдет какое-то другое время, фронт продвинется глубже в пласт, и у нас будет профиль водонасыщенности S от X в момент времени Т2. Это, я думаю, все поняли, да? То есть у нас образуется фронт вытеснения нефтевой водой, на котором есть определенная водонасыщенность. Мы ее называем водонасыщенность на фронте, и она у нас не меняется со временем. Для конкретной пористой среды она постоянная. Так, что же мы еще сказали по прошлому занятию? Вот в этой точке, видите, мы сюда нагнетаем чистую воду, да? И вот этот первый сантиметр пористой среды, пласта, он промывается многократно, согласно вот этой водой. При многократной промывке у нас вся нефть, которая может быть вытеснена водой, вытесняется, правильно? И здесь остается только остаточная нефтенасыщенность. То есть вот этот отрезок, это вот неизвлекаемая нефть, правильно? Вот эта вот точка соответствует водонасыщенности единицы минус S нефти, остаточная. Вот эта вот точка. Вот она как раз на линии нагнетания, в галерее нагнетания, как раз уже водонасыщенность у нас максимально возможная в нефтенасыщенной части пласта. Когда у нас закачка продолжается долгое время, фронт движется от галереи нагнетания до галереи отбора и в определенный момент достигает галереи отбора, правильно? И наша галерея обводняется, тем самым заканчивается безводный период эксплуатации. Так вот, по сути говоря, вот наша функция, друзья, да, она, наша функция насыщенности, она зависит не только от X. Да, мы ее рассматриваем как распределение насыщенности в какой-то определенный момент времени T, правильно? Можем рассматривать. Но, по сути, она является функцией как от X, так и от времени T. Согласны? Как будто бы, вот представьте себе, что функция насыщенности — это функция двух переменных. Например, F от X, Y, да? В данном случае S от X, T. И если, смотрите, мы будем рассматривать какое-нибудь сечение пористой среды, вот какое-нибудь сечение, через которое уже фронт прошел, да? Здесь у нас, когда фронт достигает этого сечения, водонасыщенность пласта со связанной водонасыщенностью сразу же становится равной, мгновенно равной насыщенности на фронте, правильно? Но в дальнейшем, по мере заводнения пласта, водонасыщенность в этой точке, в этом сечении, выбранном, условно, да, постепенно возрастает, согласны? И в каждой точке заводненной части пласта водонасыщенность постепенно поднимается, и доля нефти в пласте уменьшается, потому что мы вот этим потоком воды доизвлекаем нефть с тех пор, в которых она еще осталась. С другой стороны, друзья, водонасыщенность, вот какое-то определенное значение водонасыщенности, да, это подвижная точка, ее можно рассмотреть как подвижную точку. Она движется с какой-то скоростью, то есть перемещается вообще вдоль, по координации х, правильно? Вот в один момент времени определенная водонасыщенность S2, например, равная, например, 85%, 82% имеет координату х1. Проходит время, она перемещается на другую координату х, правильно? То есть у каждой насыщенности есть определенная координата. и скорость движения. Так вот, условием выбора вот такой линии, да, когда у нас траектория движения определенной насыщенности является следующей. Вот мы с вами записывали, что есть понятие дифференциала, да, в математике. Еще раз, вот я напомню, у нас эта функция, есть функция двух переменных. ds по dt dx на dx плюс ds по dt на dt. Вот если мы берем две разные точки с разными xt и x1t1, то эти две точки отличаются, и если эти две точки находятся очень близко друг к другу и отличаются на какую-то величину delta t на dt и dx, то разница значения функции в этих двух точках равно ds, согласны? Но мы можем взять и выбрать такие две точки, у которых значение функции одинаковое. То есть мы выбираем две точки на изолинии функции s, правильно? На линии уровня, то есть на поверхности уровня. То есть приравнивая вот это выражение к нулю, дифференциал, да, мы получаем вот такое уравнение, которое как раз выражает изолинию. Для определенной насыщенности она находит у нас совокупность xt, а совокупность xt показывает нам для конкретной насыщенности, в каком месте была конкретная насыщенность в определенный момент времени t, понятно? Вот это уравнение, если поделить на dt, оказывается по своей структуре похоже вот на это. У нас получается ds под dx, dx под dt, плюс ds под dt равно нулю. Вот это уравнение, условия изолинии мы выбрали, равную насыщенность какую-то рассматриваем, постоянную. Вот это уравнение, оно по своей структуре очень похоже на это, совпадает. Единственное отличие то, что вот можно выразить, что dx под dt, в данном случае у нас dx под dt равняется v от t, это скорость фильтрации, да, он разный у нас в разные моменты времени. умножаем на f' от s и делим на пористость. Вот такое уравнение мы с вами получили. Это что у нас за величина dx под dt? Это скорость движения определенной насыщенности, правильно? Вот, например, мы берем... Вот у нас же есть функция Баклея-Леверета. Давайте покажем функцию производной. Функция производной. Как будет себя... Видите, вот в этой точке максимальная, да, производная? Согласны? Наибольший рост, да? Темп роста. Вот у нас производная имеет максимум. Вот в этой точке. А потом постепенно снижается. И вот в этой точке приходит к нулю. Это у нас функция f' от s. Почему она играет важную роль? Достаточно взглянуть вот на этот вывод наш. Скорость движения определенной насыщенности прямо пропорциональна вот этой функции производной. Вот, к примеру, да? С какой скоростью движется у нас... Вот она, точка с насыщенностью, например, s1 пропорциональна вот этой величине. С какой скоростью движется насыщенность s2 пропорциональна значению производной функции Баклея-Леверета при данной значении ее водонасыщенности? Согласны? То есть, смотрите, вот здесь у нас нефтенасыщенность минимальная, да? То есть, у нас вот эта точка, какой водонасыщенность соответствует? Единица минус s нефтенасыщенности, правильно? Единица минус s нефтеостаточная, то есть, извините. Вот эта точка, правильно? Вот у нас вот этот профиль получается пропорциональной вот этому кусочку. Почему? Потому что скорость каждой насыщенности пропорциональна значению функции f6 от s. А вот эта величина у нас, она задана в целом для режима закачки, правильно? То есть, как будто бы вот эта вот функция насыщенности у нас, распределение насыщенности s от x, это вот эта функция, автомодельная функция, растянутая с определенным множителем. Так, что мы еще имеем здесь? Так, я давайте стеру, чтобы освободить время. Освободить место, извините. Так, с этим все понятно. Это можно стереть. Итак, что мы получили? Мы с вами выразили скорость движения, да, dx по dt. Равняется v от t, делим на пористость, f' от s. Вот так, да? Дальше мы с вами проинтегрировали данное уравнение, данное дифференциальное уравнение, решили его, это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменами, умножили там на bh, и получили следующее величину. bhφ на x равняется q, закачка воды, накопленная, то есть это накопленная закачка воды, да, умноженной на f' от s. Дальше мы ввели вот такую... Так, дальше мы получили bhφ x, деленное на q, закачка воды, накопленная, равняется f' от s. И ввели вот такую вспомогательную переменную z. Но сегодня я не буду на ней акцентировать внимание. В общем-то, это вообще было необязательно. Это нужно было для удобства решения дальнейших. Но что мы получили, друзья? Для определенной насыщенности s какой-то, да, мы можем при различных значениях накопленной закачки воды найти ее координату, правильно? По данному уравнению согласны? Вот взаимосвязь параметров ясна. Берем любую, как ту насыщенность, которая нас интересует, например, 83%. Находим производную вот эту. С функцией Баклея, вероятно, в этой точке. Знаем, сколько мы закачали воды сначала заводнение, да? И мы спокойно можем найти координату x, в какой точке у нас будет данная насыщенность. То есть мы, в принципе, по этой формуле можем в любой момент времени построить профиль насыщенности, правильно? Так, дальше мы с вами записали уравнение материального баланса. Посчитали, выразили следующую величину. Накопленная закачка воды. Накопленная, да? Мы выражали в виде интеграла. У нас ведь вода наполняет часть объема пор от линии нагнетания, да? От точки x, равной нулю, до фронта, если еще фронт не дошел до линии отбора, правильно? Мы пока рассматриваем безводный период, пока фронт не дошел до линии отбора. Вот как можно посчитать объем воды в заводненной части пласта? Мы водонасыщенность от x, это профиль водонасыщенности, да? Умножаем на пористость, умножаем на ширину пласта и на толщину, и умножаем на dx, получаем объем воды в заводненной части пласта. Да, смотрите. BH — это сечение, правильно? BH — сечение умножаем на дельты x, мы получаем кусочек пористость среды с длиной дельты x. Если умножим этот объем на пористость, получим объем пор, умножим на водонасыщенность, получим объем воды на участке дельты x. А приинтегрировав от галереи нагнетания до фронта, мы получим объем воды в заводненной части пласта. Но это не та вода, которую мы закачали. Ведь уже в этой части пласта была связанная вода. Поэтому, вычитая из этого объема объем связанной воды в заводненной части пласта, получаем как раз накопленную закачку воды. А в данном случае это s воды связанная, да? Мы умножаем на пористость и на объем пласта в заводненной части. Это BH x фронта. BH x фронта — это объем заводненной части пласта. умножаем на пористость — это объем пор в этой части. и у нас связанная вода насыщенность. Корректно? Вот мы приложили массу усилий для того, чтобы решить это уравнение в прошлый раз и получили один важный вывод. У нас получилось, что f' на s фронте, на s фронта, видите, у нас x фронт есть, значит, оттуда и появляется насыщенность на фронте. Мы перешли в другую переменную. f' от s фронта у нас оказалось равным f от s фронта, зеленый на s фронта, минус s воды связанной. Вот это очень важный вывод, который мы с вами получили по итогам прошлой лекции. То есть на основе уравнения материального баланса мы выразили с вами водонасыщенность на фронте. Вот как же ее определить, эту водонасыщенность на фронте? Давайте попытаемся с этим разобраться. Вот у нас ось водонасыщенности, точка единица, единица минус s нефти остаточная. Здесь у нас точка 0, здесь s воды связанная. Здесь у нас функция Баклия Леверетта и где-то она равна единице. Что влияет на форму этой крылой? Какие факторы ее определяют? Крилы ОФП и вязкость флюидов, правильно? Вязкость нефти и воды. А крилы ОФП что характеризуют? Структуру поропространства и взаимодействие наших флюидов с пористой средой, правильно? То есть в принципе вот эта функция, она очень важная, она многое в себя вбирает. Так вот, оказывается, что вот это уравнение позволяет нам оценить насыщенность на фронте вытеснения нефти воды. Смотрите, и вот эта точка s фронта, насыщенность на фронте, определяется следующим образом. И вот из вот этой точки s воды связанная, мы проводим касательную функции Баклея-Леверяда, вот чтобы она здесь касалась. Вот эта насыщенность, вот эта точка касания, мы с нее опускаем перпендикулярно на ось абсцисс и находим насыщенность на фронте. Вот при данной водонасыщенности, друзья, чему равна производная тангенсу угла касательной, правильно? А вот эта линия является касательной? Да, она касается в одной точке. То есть вот эта левая часть уравнения равна тангенсу угла альфа. Вот этого угла альфа, который показан на рисунке. Согласны? Вот эта левая часть уравнения, что это такое? Это значение производной, то есть тангенс угла наклона касательной, так ведь? Вот это f' от s фронта равно как раз тангенс альфа. А давайте посмотрим на правую часть. Что такое? Смотрите, это значение функции при данной водонасыщенности делим на какой-то отрезок, правильно? Чему равна функция в этой точке? Вот этому значению, правильно? Вот это что за точка? Это f от s фронта. Значение самой функции? Да. То есть значение самой функции представляет собой вот этот вот катер, правильно? в прямоугольном треугольном треугольном. Вот этот отрезок. Согласны? А мы вот этот отрезок делим на что? На отрезок, равный s фронта минус s воды связанным. На вот этот отрезок. То есть оказывается и правая часть этого уравнения равна тангенсу вот этого угла альфа, правильно? Тоже тангенс угла альфа. Мы получили равенство. То есть именно в этой точке у нас соблюдается вот это условие. И эта точка показывает нам водонасыщенность на фронте вытеснения нити воды. В любой другой точке, смотрите, вот, например, вот в этой точке касательная у нас вот такая, тангенс угла альфа касательный один, а отношение вот этого отрезка вот к этому отрезку имеет другое значение. Значит, это насыщенность у нас не соответствует насыщенности на фронте, правильно? У нас есть единственная насыщенность, соответствующая, удовлетворяющая вот этому условию. Какой же важный вывод можно сделать из всего этого? Вот я еще раз покажу вам функцию Баклея-Леверетта. Здесь S-ваты связаны. Как я уже сказал, на форму функции Баклея-Леверетта влияют не только сама форма кривых УФП, так ведь? Но еще и вязкость, соотношение вязкости нефти и воды. Вот при благоприятном соотношении вязкости вытесняющей и вытесняемого реагентов воды и нефти, функция Баклея-Леверетта благоприятная, хорошая. А если вязкость нефти возрастает, то функция Баклея-Леверетта тоже меняется. Давайте посмотрим, как она меняется. При изменении нефти отношения, скажем, смотрите, мы будем рассматривать отношение вязкости нефти к вязкости воды. Оно ведь у нас может быть, смотрите, оно может быть у нас равно единице, правильно? Маловязкая нефть по вязкости близка к вязкости воды, да? Либо она может быть равна 5, либо 50, либо 150, так и так далее. Чему она у нас равна функция Баклея-Леверетта? К от С. Это К воды, делим на мю воды, да? К воды, мю воды, плюс К нефти на мю нефти. Вот эти фазовые проницаемости воды и нефти, они зависят от водонасыщенности. Это понятно, да, что это кривые ОФП. Но если меняются вязкости, меняется функция Баклея-Леверетта? Меняются, правильно? Поэтому, если у нас вязкость нефти маленькая или близка к вязкости воды, например, отношение равно единице, да? То у нас функция Баклея-Леверетта может получиться вот такой вот. А если вязкость нефти больше, например, равно 5, да? То функция Баклея-Леверетта уже имеет другой вид, потому что вязкость другая. Берем другую вязкость, 50, например. Функция Баклея-Леверетта снова смещается влево. Берем 150 или 1000. Функция Баклея-Леверетта при 150 вот такая. А при 1000, например, вовсе вот такая. Соотношение вязкости нефти и вязкости воды может быть с 1000. Разные нефти бывают. Итак, вот смотрите, первая кривая у нас для отношения вязкости нефти и вязкости воды соответствует величине единицы. Далее 5. Пусть будет дальше 50, да? 150. И там, например, 1000. То есть, смотрите, если мы рассматриваем вязкость нефти равной единице, да, то насыщенность на фронте у нас как получается? Мы проводим касательную функции Баклея-Леверетта и получаем вот насыщенность для первого случая, да, на фронте. Это у нас S-фронта 1. Какая она у нас? Высокая, правильно? То есть, вода эффективно вытесняет маловязкую нефть. Насыщенность на фронте высокая. Очень много нефти вытесняет вода. Перезаводнение. Берем вязкость равной 5. Тоже проводим касательную из этой точки. И убеждаемся в том, что водонасыщенность на фронте при значении отношения 5 оказалась меньше, чем в первом случае. То есть, более вязкую нефть вода вытесняет с меньшей эффективностью. Насыщенность на фронте уменьшается. Это плохо, правильно? Мы тот оставшийся объем нефти будем вынуждены добывать уже в обводненном режиме, правильно? Дальше. Смотрим следующую касательную. Тут вообще уже 40%, наверное, водонасыщенность на фронте. С фронта при отношении вязкости 50. А 150, посмотрим, что. Вообще к 30 уже приближаемся. С фронта при отношении 150. А когда мы вытесняем очень вязкую нефть, вода просто прорывается по самым лучшим порам, оставляя нефть в самых плохих порах. С фронта в данном случае для отношения тысячи крайне неблагоприятны. То есть, как это можно проиллюстрировать на рисунке? Так, это я пока вот оставлю, мне это пригодится. Как это можно проиллюстрировать на рисунке? Смотрите. Вот у нас полусообразный пласт. Галерея нагнетания, галерея отбора. Для вязкости нефти. Смотрите. Мы сейчас будем рассматривать разные вязкости нефти, так ведь? Ну, при условиях, что равное количество воды мы закачали в каждом случае. Вот для малой вязкой нефти, да? Мы закачали какой-то объем воды, да? У нас насыщенность на фронте высокая, и фронт недалеко пробрался вглубь пласта. Лишь небольшую часть пласта заводнил, правильно? Вода. Заводненная часть небольшая. При определенном объеме закачки воды. Чему равен объем закачки воды? Вот этому. Вот этой площади, правильно? Не буду штриховать. Это для соотношения вязкости нефти и воды равна единице, например. Очень высокая насыщенность на фронте, например, 70%, да? 72%. Теперь, при равных прочих условиях мы такой же объем воды закачиваем, но уже при вязкости нефти 2. 5, например, да? 5. Насыщенность на фронте уменьшилась, правильно? И профиль насыщенности вот такой. И эти площади равны между собой, потому что мы рассматриваем случай равного объема закачки воды, так ведь? Это у нас уже при соотношении 5 к 1. А если 50, насыщенность на фронте еще меньше? А если 150? А если 1000? Вода очень быстро прорывается, да, до бывающей галереи, но и остается очень много нефти, которую потом придется вместе с попутной водой до извлекать. Так вот, закачка полимеров, друзья, как метод увеличения нефтеодачи пластов, направлен как раз на то, чтобы изменить вот это соотношение вязкости нефти и активного вытесняющего реагента, так ведь? как будто бы мы меняем форму функции Баклея и Леверетта, чтобы насыщенность на фронте была больше, да, и пласт так быстро не заводнялся, да, с этой целью мы это делаем. Но правда, расчеты показывают, чтобы для того, чтобы получить максимальный технологический эффект от закачки полимерных растворов, во-первых, их нужно закачивать в самом начале, не позже того, как мы уже начали разработку, да, в самом начале, и нужно закачивать 20% порового объема пласта. Это огромный объем полимерных растворов требуется для этого. При этом достигается максимальный технологический эффект, но экономика при этом сильно страдает. То есть экономически невыгодно применять полимерные растворы, потому что они очень дорогие. Вот если бы их стоимость была бы раз в 10 дешевле, то возможно да, они стали бы экономически целесообразными. И мы бы их как раз в объеме 20% объемов порого пространства закачивали бы. Пока они не такие дешевые, чтобы их можно было бы с экономически эффективностью применить. В США, да, есть месторождения, где применяют полимерное заводнение. И даже там не закачивают 20%. И там это нерентабельно. Просто в Соединенных Штатах тем компаниям, которые применяют на определенных месторождениях, участках, пилотных проектах полимерные заводнения в качестве метода увеличения задачи, они получают налоговое послабление. То есть государство им дает налоговое послабление для того, чтобы они этим занимались. Но занимаются они этим неохотно. Что я хочу сказать? Может быть, получается, вязкость примерно, ну для чего это делается? Чтобы вязкость примерно приравняется к вязкости нефти? Не обязательно приравнять. Вязкость нефти может быть очень даже большой. Например, с тысячами паскаль на секунду. Для того, чтобы изменить вот это отношение в более благоприятную сторону. Не обязательно приравнять. Например, у нас вязкость воды единицы, вязкость нефти 500, у нас отношение 500, правильно? Хотя бы 1,50 сделать. Ну, 50 к 1,00 сделать. В 10 раз увеличить вязкость вытесняющего. Вязкость воды получается, а не увеличивая. Да? Вот 1% полиакриламида вот этой полимерной сшитой системы, он делает из воды твёрдое тело. То есть его добавляют чуть-чуть, и он, и вот эти молекулы, сшиваясь друг с другом, создают такие крупные тела, создающие гидролическое сопротивление потоку воды. понимаете? Вязкость растёт. Но эти полимеры, во-первых, разрушаются быстро, их время действия ограничено. Во-вторых, полимер, полиакриламид японский, он стоит очень дорого. При старых ценах, по-моему, тонна стоила, там, 60 тысяч. компания «Ретек», сейчас уже дочка «Лукойла», вообще предложила добывать нефть, дегазировать её, и дегазированную нефть закачивать в нагнетательные скважины с той целью, чтобы эта дегазированная нефть попала в высоковыработанные зоны пласта, и затруднила поток воды в этих ободнённых зонах. Мы же очень много воды качаем, правильно? Уже по ободнившимся пропласткам. Но чем обосновывают эта компания «Ретек», их технические эксперты? Тем, что вот закачивая дегазированную нефть, мы всё равно её получим, потому что она идёт туда, куда течёт эта вода. И рано или поздно она всё равно притечёт в нашу добывающую скважину, и мы эту нефть не потеряем. Вот как-то они экспериментировали с этой, чтобы не покупать полимер. Но пока что другие компании, я не слышал, что они делали то же самое. А знаете, у нас в стране нет налоговой системы, которая позволяла применять даже вот эту технологию, которую применяет «Ретек». Есть «Ретек», да, было нефть, да, и обратно закачивать в пласт, она же возвращает, а она должна уплатить налог, НДПИ с этой добытой нефти. Она потом, эту нефть добудется снова, правильно, и снова уплатит налог дважды с этой порции нефти. Поэтому налоговая система не приспособлена для того, чтобы данную технологию применять. И ещё нужно доказать, что эта технология действительно работает, что «Ретек» предлагает правильную идею. дегазированную нить закачивать не для того, чтобы изменить это соотношение, а просто затруднить поток воды во воднёвшихся проплацах. понятно? Так, что, вывод поняли, да, основной, что вода прорывается. Так, продолжаем. Продолжаем. Друзья, смотрите, сейчас мы сделаем один, некоторые вычисления и постараемся вычислить следующую вещь. Смотрите, вот это уравнение очень важное. Вот с него я начну. Как бы я его выразил? Я бы его выразил немножко по-другому. Я бы сказал, что у меня величина х равна Q закачки воды умноженной, накопленной, да, делю на BH φ и на F' от S. Что выражает данное соотношение, друзья? Для определённой насыщенности S, которая движется, да, у нас известно её производное. Значит, вот эту величину мы знаем. для вот этой насыщенности, в разные моменты времени, в моменты закачки воды в разных количествах, мы можем узнать координату этой насыщенности, правильно? Я об этом уже сказал. А теперь давайте рассмотрим не какую-то насыщенность S, а насыщенность на фронте. То есть мы посчитаем координату фронта x. То есть что мы получаем? x фронта равняется q закачки воды накопленной делим на bhφ и умножаем на f' от какой водонасыщенности? От водонасыщенности на фронте. А мы ведь её знаем, правильно, по функции Баклии-Ливеретта? То есть смотрите, вот эту величину мы знаем, и мы в разные моменты времени, когда закачивается определённый объём воды, правильно, можем посчитать положение фронта, согласны? В любой момент времени мы можем посчитать положение фронта. Предлагаю немножко упростить задачу. Вот эта накопленность закачка воды, это суммарная закачка воды, правильно, с начала заводнения. Можем ли мы её выразить при постоянном расходе через произведение Q закачка воды, это приёмистость галереи нагнетания, правильно? Это сколько кубометров воды мы закачиваем в единицу времени. И умножив на T, время нагнетания воды, мы получаем эту величину? Да. Делим, смотрите, на BH φ и умножаем на F' от S фронта. То есть вот это уравнение позволяет нам рассчитать при определённом темпе нагнетания воды в пласт посчитать в разные моменты времени T положение фронта. Можем? Можем. Так, дальше. А давайте посчитаем то время, когда у нас фронт вытеснения нефти в воду достигнет галереи отбора. В этот момент координата х фронта будет равна в точности величине L. Так ведь? И таким образом мы выразим что? Безводный период эксплуатации. То есть в момент, когда у нас фронт достигает галереи отбора, у нас заканчивается безводный период эксплуатации и начинается водный период эксплуатации. Вот я сейчас вместо х фронта подставляю L. У меня получается Q закачка воды это приемность из галереи нагнетания умноженный на время безводного периода разработки. Умножаем на F' от S фронта. Мы ее знаем по функции бакалюрия и делим на BH φ. Таким образом мы можем выразить безводный период эксплуатации. T безводный период эксплуатации у нас оказывается равным L BH φ. Это что такое L BH φ? L BH это объем пласта. Умножим на порист объем пористой среды, правильно? Это один поровый объем полусообразного пласта. Так, L BH φ делим на Q закачка воды T уже пропало на F от S фронта. Так? Да. Вот, зная значение функции бакалюрия и ее производную в точке S фронта, зная темп закачки воды, зная размеры пласта, мы можем посчитать безводный период эксплуатации, когда у нас вода прольется галерея отбора. Теперь на основе вот этого попробуем посчитать КИН безводный. Вообще, что такое КИН? Коэффициент извлечения нефти или коэффициент нефтеотдачи? Это суммарный объем накопленной нефти, правильно? То есть, это вот у нас, например, есть 9 нефти, мы умножаем, интегрируем по T с момента от нуля до какого-то момента времени T. И делим на геологические запасы. Давайте с помощью этой формулы посчитаем наш безводный КИН. Наш безводный КИН, то есть КИН, который мы извлечем без воды, получим до момента прорыва воды, будет выражаться следующей формулой. Это интеграл дебета нефти по DT от момента времени T равное нулю до безводного периода эксплуатации, правильно? T без воды. Делим на геологические запасы, а геологические запасы у нас сейчас мы их выразим. сейчас мы это выразим с вами. Так, чему у нас равен дебет нефти в добывающей галерее? он равен в точности приема галереи нагнетания, правильно? Ку закачки воды. Вот сколько мы воды закачиваем, столько же нефти добываем в безводный период, согласны? Мы же рассматриваем безводный период, значит, добываем ровно столько, сколько закачиваем воды. Поэтому безводный кин оказывается равным. Смотрите, вот это ку нефти, это значит, поскольку у нас закачка воды не меняется правильно во времени. Мы рассматриваем случай постоянной закачки, с постоянным расходом. Мы вот этот прием нагнетательной галереи умножаем на просто на Т безводный. Т безводный минус 0, я уж 0 опускаю. Вот в чиститель у нас получилась ку закачка воды на Т безводный. А геологический запас у нас чему равный? Давайте посчитаем. L это длина пласта BH площадь сечения. Вот у нас объем пласта. Умножаем на порисовь, это объем пор. Но не весь объем пор был занят нефтью, правильно? А доли единицы минус S воды связаны. Вот это начальная нефтенасыщенность у нас. И вот выражая безводный кин, давайте вот Т безводная я стер ку закачка воды делим на L BH Фи 1-S воды связаны. И у нас чему был равен безводный период? L BH Фи делим на F' от S фронта. да? Да, делим на ку закачку воды на F' от S фронта, да? Вот так. Так? Что у нас здесь сокращается? LBH Фи сокращается, да? Ку закачки воды сокращается. И остается выражение безводный кин у нас оказывается равным 1 делим на 1-S воды связанные на F' от S фронта. А вот здесь вы пропустили. Вы не сказали мне, что здесь еще есть S фронта минус S воды связанные в T безводном. А где мы его потеряли? В доме 0 0 0 0 0 0 0 она не все 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 правильно друзья нет нет я этот неправильно здесь написал все нормально извините я тут немножко все правильно мы получили вот то что я дописал это было неправильно так друзья смотрите но у нас f' от s фронта мы уже с вами получили такое выражение да оно у нас равняется f' от s фронта у нас равняется f' от s фронта делим на s фронта минус s воды связаны так ведь вот давайте это выражение подставим сюда и тогда мы получим безводный кин в виде s фронта минус s воды связаны делим на f' от s фронта на s единицу минус s воды связаны вот так да то есть обе эти выражения верны правильно просто можно и чире и так выразить и так вот это у нас тангенс той касательной которую мы с вами проводили а это вот через конкретные значения беспроизводные я хочу сказать можем найти беспроизводные не вычисляя производную мы же знаем что на фронте она у нас функции баклеерета при данной водонасыщенности делим на вот эту разницу вот мы с вами друзья нашли без безводный кин безводный кин так мы это стираем итак друзья безводный кин у нас получился с фронта минус s воды связаны делим на f от s фронта единица минус s воды связаны я снова сейчас я сейчас возвращаюсь к моей функции баклеерета я вам покажу как на этом графике найти этот безводный кин здесь у нас водонасыщенность единицы минус s нефти остаточные с воды связаны здесь 0 здесь функция баклеерета рана единицы например у нас вот такая функция баклеерета мы проводим касательную из этой точки находим насыщенность на фронте насыщенность на фронте друзья вот когда у нас фронт достигает галереи отбора так ведь у нас насыщенность ведь на фронте равно s фронта какая будет у нас стартовая обводненность галерея отбора она будет равна значению функции баклеерета при данной водонасыщенности с фронта правильно вот эта точка показывает нам стартовая обводненность обводненность у нас не будет расти там от нуля постепенно до каких-то значений в однородном случае случае однородного пласта обводненность вырастет мгновенно от нуля до вот этого стартового значения почему же у нас реальные скважины работают с обводненностью 20 процентов 30 процентов потому что у нас пласты слоисты неоднородные да вода прорывается фронт прорывается по высокопроницаемым пластом быстрее да когда высокопроницаемый пропластык работает вот с такой высокой стартовой обводненностью вся скважина работает может работать с обводненностью меньше потому что отдельные пропластки еще продолжают давать чистую нефть понятно так вот друзья смотрите в данном случае вот наша наш безводный кин да чему он у нас равен вот это f с фронта делим на с фронта минус с связаны это у нас f штрих правильно это тангенс альфа а в данном случае поскольку данное отношение у нас перевернулось у нас получается катангенс угла альфа вот у нас угол альфа да и у нас катангенс с фронта минус с воды связаны вот этот катер делим на противолежащий правильно катангенс альфа делим на единицу минус с воды связаны то есть в принципе безводный кин легко найти как контангенс этого угла альфа деленное на единицу минус с воды связаны но это наоборот f от с делим на с фронта минус так здесь нам потребуется друзья вот этот отрезок вот этот отряд вот эта точка она у нас имеет определенные важные значения определенные важные значения сейчас я вам поясню одну вещь друзья вообще вот мы с вами выразили безводный кин так ведь безводный кин вот как бы можно было бы выразить безводный кин в другом смысле с помощью распределения насыщенности вот как я его выражаю смотрите безводный кин я хочу выразить следующим образом здесь у меня будут геологические запасы а геологические запасы нас чему равны это lbh фи это пористость правильно а геологические запасы единица минус с воды связаны так а здесь я выражу объем накопленной нефти то есть объем нефти извлеченной из пласта как можно выразить объем нефти уже добытой я это сделаю через среднюю водонасыщенность вот смотрите у нас же в пласте да вот когда фронт прорвался к добывающей скважине да вот у нас профиль насыщенности правильно у нас в каждой точке пласта в каждой точке x разная насыщенность но существует же какая-то средняя правильно давайте ее назовем как с волной это средняя водонасыщенность в заводненной части пласта хорошо раз у меня это средняя водонасыщенность сколько нефти мы добыли была связанная вода вот с волной минус с связанная это как раз долю тот объем который мы добыли правильно то есть я получается с волной делю вычитаю с воды связанные и умножаю на объем пор объем пор это lbh вот lbh и фи сокращаются и получается отношение с волной минус с воды связанные делим на единицу минус с воды связанные вот если вы посмотрите на выражение безводного кин и то же самое характеристика уже выражена через среднюю водонасыщенность что мы получаем видите знаменатели сокращаются и у нас получается что катангенс альфа катангенс вот этого угла альфа оказывается равным с с волной минус с воды связанные замечательный вывод да мы получили с вами с волной это средняя водонасыщенность в заводненной части пласта вот когда фронт например достигает линии отбора от линии нагнетания до линии отбора до линии отбора формируется какой-то профиль водонасыщенности он у нас показывает насыщенность в каждой точке но существует же какая-то средняя водонасыщенность которая пока показывает целом выработку пласта средний как можно найти с волной среднюю водонасыщенность средняя водонасыщенность оказывается у нас равны катангенс альфа минус плюс с воды связаны так не это мне нужно посмотреть я сейчас вот на этом рисунке вот такой треугольник рассмотрю смотрите видите у меня вот этот противолежащий катет вот у меня угол альфа я хочу то катангенс этого угла альфа до выразить через какой-то прямоугольный треугольник вот катангенс вот этого угла альфа вот в этом большом треугольнике равен противолежащему катету противолежащий катет деленный на прилежащий катет деленный на противолежащий так противолежащий катет давайте его возьмем для удобства равным единице то есть вот в точке единица это противолежащий катет это то на что мы поделим а прилежащий это s с волной минус s связанное получается то есть вот этот катангенс альфа это некая s с волной минус s воды связанное делим на единицу правильно то есть вот это s с волной это оказывается как раз вот эта точка мы доводим эту касательную до единицы опускаем перпендикуляр и получаем среднюю водонасыщенность заводненной части пласта когда еще фронт у нас не дошел например да не дошел до линии отбора то вот это s с волной это как раз вот средняя водонасыщенность заводненной части пласта и чему она равна смотрите она во первых больше чем насыщенность на фронте правильно что закономерно на фронте у нас минимально и она она больше да чем насыщенность на фронте и она меньше чем на галереи нагнетания правильно чем максимально возможная величина вот что-то среднее вот если вы этот отрезок продолжите до единицы опустите перпендикуляр вы как раз оцените среднюю водонасыщенность вот мы это с вами доказали да что это так что вот так можно найти среднюю насыщенность заводненной части пласта так первый этап безводный мы с вами изучили в любой момент времени мы можем найти положение фронта на теперь безводный период в любой момент мы можем найти среднюю водонасыщенность заводьённой части пласта когда фронт достигает линия отбора мы можем найти и среднюю водонасыщенность во всем пласте это все 1 1 1 это же величина s с волной мы можем найти кин а что же делать когда у нас начинается водный период эксплуатации. Мы мысленно, при постоянной закачке воды, друзья, вот этот фронт у нас движется с постоянной скоростью, и все остальные насыщенности тоже движутся со своими заданными скоростями к соответствующему определенному темпу закачки. Нам уже нужно будет смотреть не как движется фронт вдоль х, а посмотреть, как у нас растет насыщенность на галерее отбора. Согласны? Так вот, какое у нас было выражение? Напомните мне. Вы помните, х выражали как... У нас была f' от s, да? L, B, H, φ, да? И Q закачки воды накопленные. Безел. А, безел, да? Да, вот так вот. Смотрите, в данном случае мы уже другую задачу решаем. Мы хотим узнать, а какая будет насыщенность различные моменты времени на галерее отбора. То есть мы всегда подставляем координату L, правильно? Подставляя координату L, различные моменты времени при постоянной закачке воды, умноженной на t, да? Я снова возвращаюсь к упрощению, к частному случаю. Деленный на B, H, φ, и получается f' от s. Смотрите, вот эта функция f от s, да? Она в каждой своей точке имеет производную, правильно? У нас на фронте s-фронта. Вот этот фронт уже дошел до галереи отбора. В дальнейшем у нас в галерее отбора насыщенность будет только возрастать, правильно? Большее значение принимать. То есть мы как будто бы будем двигаться вот по этому участку. Но никогда не дойдем до этого участка, потому что разработка нерентабельная. Здесь обводненность-то будет расти. У нас есть какая-то критическая обводненность, когда мы приостанавливаем добычу. То есть, по сути, вся дальнейшая разработка будет вестись таким образом, что водонасыщенность пласта в точке отбора, в галереи отбора, постепенно будет возрастать, да? То есть, возрастать от этого значения вправо. И обводненность будет меняться вот по этому закону. Согласны? Теперь нам нужно рассчитать, а как будет меняться со временем наша насыщенность на галереи отбора s. Ну, смотрите, мы можем брать... Мы же уже координату x равна l подставили. Мы можем подставлять различные моменты времени t и находить f' от s, правильно? Зная f' от s, мы находим... А при каком же значении s у нас f' от s равно вот этим величинам? Задача ясна? То есть, в принципе, вот эта формула позволяет в любой момент времени узнать насыщенность на галереи отбора. И она у нас постепенно будет возрастать. Так. Вот сейчас мы выразим следующее. Смотрите, можно вот так сделать. f' от s равняется... Вот из этого уравнения. Это lbhφ. Чему равно у нас lbhφ? Это один поровый объем, да? Так ведь? Это один поровый объем. Мы вот этот поровый объем делим на q закачка воды на t. А это накопленная закачка воды. q закачка воды накопленная. То есть, в принципе, оказывается у нас... У нас оказывается, что q закачка воды накопленной, да? Я переворачиваю эту дробь, деленная на lhbφ равняется... 1 делим на f' от s. А s это что у нас? Это насыщенность на галереи отбора при накопленной закачке воды равная q закачка воды накопленной. Так ведь? Вот это что за величина? Это закачка воды в поровых объемах, в безразмерных величинах, правильно? Давайте ее обозначим как v относительная. Хорошо? Это закачка воды в безразмерных величинах, в поровых объемах. Не в кубометрах, а сколько поровых объемов мы прокачали через пласт, да? Закачали в пласт. Это у нас накопленная закачка воды делим на поровый объем, lbhφ. Согласны? Тогда у нас оказывается, что поровый объем относительный, да? Относительная закачка, безразмерная закачка, выражается как единица делим на f' от s. То есть величину обратную, производной в точке s. Вот это очень важное соотношение, друзья. Я вам сказал, что после того, как скважина обводнится, да, у нас насыщенность будет возрастать и, соответственно, будет обводненность возрастать. Вот, например, в галерее отбора у нас водонасыщенность достигла какого-то определенного значения, да, видите, вот этого, например. Пусть это будет s1, да, в какой-то момент времени. Чему равно f' от s? Тангенс угла, давайте вот я здесь новый угол обозначу, бета. Он уже у нас, вот это касательно не проходит, через точку s-воды связанной, правильно? Это другая касательная. Касательная к функции баклилиуретта в точке s1. Где s это у нас, будем говорить, текучая водонасыщенность на галерее отбора, правильно? Вот это f' от s это тангенс альфа, а единицу делим на тангенс альфа, это катангенс, ну, в данном случае у нас не угол альфа, а мы его обозначаем бета, да, катангенс бета. Вот у нас угол бета, и катангенс этого угла показывает накопленную закачку в безразмерном виде. То есть у нас получается взаимосвязь параметров. Прокачивая определенное количество поровых объемов, мы получаем определенные значения водонасыщенности на линии нагнетания, на линии отбора, извините. А зная водонасыщенность на линии отбора, мы знаем ободненность воды, продукции галереи при данном объеме, при данном прокачке поровых объемов. Согласны? А если у нас закачка постоянная во времени, то мы и получаем конкретное время. То есть в каждый момент времени мы можем рассчитать накопленную закачку воды, количество прокачанных поровых объемов, правильно? Можем рассчитать водонасыщенность в галереи отбора, можем рассчитать ободненность текущую. Так вот, двигаясь по этой точке, видите, у нас угол наклона бета снижается, правильно? Котангенс бета при снижении угла бета растет, то есть поровые объемы, которые необходимо прокачать, возрастают, правильно? По мере движения вдоль этой кривой вверх у нас ободненность продукции растет, и в какой-то момент мы что? Заканчиваем разработку, потому что она становится нерентабельной. Вот когда у нас только фронт достиг линии отбора, у нас насыщенность на фронте, на галерее отбора, равно S фронта, правильно? А на галерее нагнетания единица минус S нефти остаточная. Когда у нас фронт ушел, гипотетически он мысленно ушел от галереи отбора, у нас насыщенность на галерее отбора начала возрастать, правильно? И уже весь вот этот профиль насыщенности от галереи нагнетания до галерее отбора находится в более узком диапазоне, согласны? Вот, например, мы расслабили какую-то текущую, скажем, ситуацию, текущую водонасыщенность в водный период эксплуатации. У нас в галерее отбора, например, пусть будет S1 или S текучая водонасыщенность. Она соответствует текущей какой-то обводненности, правильно? Какой-то текущей обводненности. И вот этот катангенс бета еще позволяет оценить накопленную закачку воды, правильно? В безразмерных единицах, в поровых объемах. Но что осталось вычислить ко всему этому? Кин. В безводный период кин мы посчитали, он рассчитывается легко. А какой будет кин в различные моменты времени? Вот в эти различные моменты времени мы все уже рассчитали, кроме кин. Кин — это уже важный технологический показатель. Как рассчитывается кин? Смотрите, вот в первом случае мы проводили вот эту касательную до единицы, да? И опускали перпендикуляр, чтобы найти S с волной. В других точках вводный период эксплуатации мы находим текущую водонасыщенность. Берем какую-нибудь текущую водонасыщенность. Для этого случая находим накопленную закачку воды, текущую обводненность, время, если мы знаем темп закачки, да? Продолжаем эту прямую до пересечения с линией единицы. И тоже опускаем перпендикуляр. Это у нас будет S с волной 1. Это средняя водонасыщенность пласта во всем пласте. Средняя водонасыщенность во всем пласте. То есть всегда у нас вот эта касательная показывает и текущую обводненность, и закачку поровых объемов. Закачку воды, выраженной в поровых объемах. И в том числе своим пересечением с единицей показывает нам среднюю водонасыщенность в пласте от x, равном 0 до L. Ну смотрите, итак, текучий кин, да, вычисляется как S с волной, в какой-то момент времени текучий, да, минус S воды связанная. А сколько было нефти изначально? Единицу минус S воды связанная. S с волной можем найти? Можем. Да, здесь надо хитрые преобразования произвести. Хотите? А? Так, смотрите, вот сделаем, сделаем сейчас. Смотрите, наша сейчас с вами задача найти S с волной текучее, правильно? Выразить его как-то математически. Чтобы не через график, а аналитически. Это делается легко. Школьная математика. Смотрите, вот мы сейчас рассматриваем касательную, да, вот эту касательную, да, которая в точке единицы нам покажет S с волной текучее, правильно? Которая позволит нам выразить текучий кин в определенный момент времени. Смотрите, давайте, что мы делаем? Смотрите, мы хотим провести прямую, прямую через определенную точку, правильно? Какой вид имеет данная прямая? Y равняется Kx плюс B. Чему равен угловой коэффициент данной прямой? K. Это F' от S текучего, да? S же это у нас текучая водонасыщенность на галерее отбора, правильно? В определенный момент времени. Ну, смотрите, K это у нас равняется F' от S, я уж обозначу какое-то текучее значение S. Это водонасыщенность на галерее отбора. F'. Можем, зная функцию бакалерета по-производной, можем посчитать? Можем. Теперь, смотрите, вот эта прямая проходит через какую точку? Через точку S текучее и F от S текучее, правильно? Она проходит через эту точку? Проходит. То есть мы, соответственно, записываем. Значит, эта прямая проходит через определенную, через конкретную точку, и эта точка. Значение функции в этой точке равно. Значение Y. Это F от S текучее равняется. Так, угловой коэффициент K, это F' от S текучее, мы его уже выразили, да? Угловой коэффициент. X чему равен? Это S текучее. Плюс B. Вот у нас из этого уравнения, зная точку, через которую проходит эта прямая, мы можем вычислить B. B у нас оказывается равным F от S текучего минус F' от S текучее на S текущее. Вот K мы нашли, B нашли, подставляем в уравнение прямой, да? У нас вот это уравнение касательное, да, уравнение касательное, получает, имеет вид Y от S, да, получается, равняется. К, это F' от S текучее, это конкретные значения, правильно? Мы эту производную находим в конкретной точке. Умножаем на S плюс B. А B у нас это F от S текучее минус F' от S текучее на S текучее. Что здесь можно сгруппировать? А, можно вынести за знак, за скобку F' от S текучее, да? Получается, Y от S равняется F' от S текучее, это общие слагаемые. И в скобочках получается S минус S текучее. Так? И плюс F от S текучее. Вот это слагаемое осталось. Вот, в принципе, вот это прямое, вот это уравнение выражает вот эту прямую, касательную, при каком-то значении S текучем, да? Ну, нам же надо найти S с волной, а в точке S с волной эта прямая имеет значение, эта функция Y прямой имеет значение единица, правильно? То есть, если подставим вот сюда единицу, то вот эта переменная S будет равна S с волной. Единица равняется F' от S текучее, S с волной минус S текучее, плюс F от S текучее. Вот мы получили уравнение, с которого мы можем выразить... Что выразить можем? S с волной. Что мы делаем? S с волной минус S текучее. Пока я выражаю как, вот эту скобку, как единица минус S, F текучее. Зеленая на F' от S текучего. Вот мы получили S с волной. Остается вот это слагаемое, S текучее, перенеси со знаком плюс сюда. И вот мы с вами получаем S с волной. Средняя водонасыщенность пласта в какой-то момент времени, когда у нас водонасыщенность на линии отбора, равно S текучему. И вот эта S с волной позволяет оценить кин текучий. Текучий кин. Текущий. В какой-то момент времени. Это S с волной минус S с водой связанное. Делим на единицу минус S с водой связанное. Вот, пожалуйста, S с волной подставляйте сюда. И вы находите кин в различные моменты времени. То есть, друзья, на самом деле можно этих вычислений не выполнять. Вот этот график полностью определяет нам все технологические показатели разработки для однородного полусообразного пласта. И мы с вами на практическом занятии будем решать задачу уже с конкретными данными. У меня еще 2 минуты есть. Мы будем решать задачу с конкретными данными, с конкретными кривыми ОФП и рассчитывать все технологические показатели разработки по данной методике. Я вам должен сказать, что многие методики различных в НИИ нефти, в НИИ нефти имени Крылова, Татни Пеневь, да, все они разрабатывали свои методики расчета технологических показателей разработки для различных своих месторождений на основе задачи Баклея-Леверета. Просто они добавляли там факторы, связанные с сеткой скважин, с неоднородностью, прочее, прочее, прочее. Накладывая определенные, скажем, вещи в эту модель, они рассчитывали технологические показатели разработки. То есть это вот эта основа, это аналитика, это аналитическое решение сложной задачи. Мы с вами разобрали за две лекции. Не каждый разработчик НИИ знает эти вещи, но если вы будете эти вещи хорошо знать и разбираться, вы будете очень крутыми специалистами, высококлассными специалистами. И у вас хорошее будущее. Главное, спокойно и медленно двигайтесь по...